Далее в программе. Когда слишком сухо, так стена выделяет влагу. Когда слишком влажно, она забирает влагу. Российские учёные разработали умный строительный материал на основе новой науки – геоники. Машина по скоростному превращению яиц в цыплят. Школьный аппарат для загрузки знаний прямо в мозг. И суда амфибии, передвигающиеся по рельсам. Какой видели жизнь в 2000 году художники начала 20 века? Мой сад называется «Сон в летнюю ночь». Это кровать спящей красавицы. Детские игры. Или как пробудить интерес к биологии. Давно известно, что среда обитания влияет на человека. Его работоспособность, интеллект, здоровье и даже продолжительность жизни. Но только совсем недавно российские учёные открыли новое направление в науке – геонику. Геоника – это управление минеральным миром. Очень интересное направление. Автор этого научного направления – профессор Белгородского университета. Лисович Валерий Станиславович. Одно из основных положений вот этого направления – это равновесие. В следующей системе – это человек, среда обитания, строительный материал. Оказывается, материал, используемый при строительстве жилья, также влияет на психологическое состояние человека. Есть у меня классифицирование таких материалов по степени комфортности для человека. Так вот, в этом ряду строение из древесины на первом месте. Причём даже вид древесины, из которой построено жильё, имеет значение. Если, допустим, мы речь идём о людях, у которых повышенное давление, для них комфортно дом из хвойной древесины. Низкое – это лиственное. Экологически чистое жильё можно построить и из других материалов, утверждают российские учёные. Но наилучший эффект достигается сочетанием растительного и минерального сырья с использованием нанотехнологий. Мы научились не антиперенами, а минеральными составляющими на основе горных пород, базальтовой составляющей, покрывать древесины материал строительной плёнкой, очень прочной. Толщина этой плёнки 300 микрометров, которая предохраняет древесину. Делает, во-первых, экологически чистый материал, совершенно экологически чистый. А во-вторых, предохраняет от грибковых заболеваний, делает негорючим, практически негорючим этот материал. Используя новые научные знания, учёные создают умные стройматериалы. Эти композиты на основе глины сами залечивают дефекты, которые образуются при эксплуатации. А глина – это тот материал, будем говорить, который регулирует экологию внутри помещений. Когда слишком сухо, так стена выделяет влагу. Когда слишком влажно, она забирает влагу. И создаёт тем самым такие комфортные условия. Сегодня геоника активно развивается на базе кафедры композиционных материалов и строительной экологии в Северном Арктическом Федеральном Университете. Для того, чтобы сейчас развивать арктику в Северном Университете, вкладывать огромные средства, необходим именно единственное возможное трансдисциплинарный подход, который предполагает использование информации абсолютно различной. На базе САФУ создана экспериментальная лаборатория удалённого доступа. Теперь, не покидая Архангельск, можно провести с коллегами, например, из Белгородского университета целый ряд уникальных исследований. И вот такое общение позволяет решать научные задачи в честной научной кооперации с разными, с ведущими учёными. Одна из множеств проблем на Севере, которую планируют решить в лаборатории, связана с особым составом почвы. В Архангельске много песков, глин. Всё это приводит к разрушению дорог, оснований, поэтому необходимо их укреплять. В своих исследованиях молодой аспирант САФУ использует только местные минеральные и растительные материалы. Использование местных сырьевых ресурсов, адаптированных для этих условий, для создания не просто материалов, а именно материалов наукоёмких, по современной технологии, по современной достижению науки и техники. Это очень правильный вариант. Подобрать такие технологии и такие материалы позволяет новая наука – геоника. Основное положение этой геоники – это использование энергетики горных пород, той энергетики, которая заложена в горные породы непосредственно при их синтезе, природы, использование в технологических процессах, получение строительных материалов. И мы научились это делать. Наука геоника ещё только делает свои первые шаги. Но уже сегодня ясно – шагают учёные в правильном направлении. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова